Здравствуйте! Меня зовут Галина Титарчук и сегодня наш разговор по существу с депутатом Госдумы России Николаем Маловым. Здравствуйте, Николай Владимирович! Здравствуйте, Галина! Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Сразу к вопросам. В повестке дня весенней сессии Госдумы России значатся более тысячи законопроектов. Все они очень важные, несомненно. Можете рассказать о наиболее достойных, серьезных и важных из них? Отвечая на ваш вопрос, в первую очередь нужно отметить то, что сегодня нами рассматривается в парламенте законопроект, который внесен по инициативе президента Владимира Владимировича Путина о увеличении минимального размера оплаты труда. Он доведен до прожиточного минимума. Если раньше нами планировалось ввести это с 1 января 2019 года, сегодня я думаю, что данный закон, уже законопроект будет притворен с 1 мая 2018 года. Сегодня нами рассматриваются законопроекты, которые несут улучшение качества медицинского обслуживания, лекарственных препаратов. Сегодня ведется работа по улучшению работы многофункциональных центров, дифферсификации предприятий оборонной промышленности и ряд важных направлений жизнеобеспечения нашей страны в целом. Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, в котором вы состоите, также является разработчиком сразу нескольких законопроектов. Один из них касается защиты прав обманутых дольщиков. Какие механизмы он предусматривает и на что направлен в первую очередь? Сегодня, может быть, без всякой ложной скромности я хотел бы сказать, что данный комитет является лидером по рассмотрению законопроектов, принятию законов. Я надеюсь, что это тот случай, когда количество не влияет на качество. Ну, а если говорить о проблеме дольщиков сегодня, долевого строительства, то, конечно же, правительство, Государственная Дума не может обойти стороной данную деятельность. Сегодня многое делается, предусматривается. Кстати, создана рабочая группа, которая мониторит сегодня эту деятельность. Сегодня мы работаем в плане прозрачности, эффективности в этой сфере. Сегодня все игроки долевого строительства будут нести солидарную ответственность. Это, кстати, очень важно. И владельцы фирм, застройщиков тоже не уйдут. Сегодня создана уже единая информационная система жилищного строительства, где в реальное время мы можем посмотреть все объекты строительства. Мало того, что она выдает информацию и проблемных объектов, это также сегодня работает фонд защиты участников долевого строительства. Я думаю, что в ближайшее время мы наведем порядок в этой отрасли, в этом направлении. Очень хочется верить, потому что людей обманывать уже дольше. Ну, проблема, это проблема, если брать историю нашего региона, нашей республики с 19-го года. В свое время я был куратором по линии «Единая Россия». Конечно, я помню все эти моменты, когда люди, отдавая последнее, веря. То есть это личная трагедия, мы все это понимаем. Там 9 проблем домов у нас было. Почти 400 сегодня участников долевого строительства, слава богу, получили жилье, квартиры. Так что считаю, что мы в правильном направлении. Я думаю, что в ближайшее время проблем в этой отрасли у нас не будет. Хорошо. Кроме этого, сейчас в комитете идет работа над таким законопроектом о сборе валежника. Есть такой, да? Да. Какие изменения, согласно нему, будут приняты в лесном кодексе? Ну, это все касается реформы лесного кодекса. Как вы уже в курсе, наверное, была проведена лесная амнистия, которая затронула ряд направлений. Сегодня очень актуальна проблема валежника. Хотя очень много в последнее время об этом говорилось. Но, к сожалению, ВОЗ и ныне там. Я думаю, что буквально в ближайшее время эта проблема будет решена. О чем этот законопроект? Сегодня, к сожалению, в шаговой доступности люди не могут использовать дровяную древесину. Это валежник. Посмотрите, что за собой это несет. Сегодня те участки лесного фонда, которые не находятся в аренде. Кстати, это касается и арендных участков. Они захламлены. Сегодня это все несет в целом проблему и пожарной безопасности, и санитарная безопасность присутствует. Я думаю, только будут одни плюсы в принятии данного законопроекта, данного закона. Он подразумевает бесплатный, кстати, бесплатный использованный валежника в целях дровяной древесины. Я думаю, в целом это скажется и на очистке наших лесов, и решение проблем шаговой доступности в плане отопления. Очистки, противопожарной, как я уже сказал, санитарной защиты наших лесов. Многих жителей разных населенных пунктов Чувашской республики, и не только, я думаю, волнуют низкие закупочные цены на молоко. Вот эта тема сейчас очень актуальна. На днях мы тоже выезжали со съемочной группой в Канаж, где люди устроили настоящий рай молока, продавали молоко сырое. Что думаете о этой молочной отрасли в целом, по этой проблеме, по этому поводу? Ну, это проблема ценообразования на сырое молоко, она не сегодняшнего дня. То есть у нас присутствовала сезонность, когда в осенне-зимний период цены подымались, в летний период цены падали. Это связано и с потреблением молочной продукции, и с уменьшением надоев в осенне-зимний период. Но сегодняшний день, в этом году ситуация, несмотря на дефицит сырого молока в целом по Российской Федерации, он составляет где-то 5 миллионов сегодня тонн, цена в зимний период, к сожалению, произошло падение цены. Это связано напрямую с закупой сухого молока, сливочного масла. И, конечно, отвечая на ваш вопрос, я однозначно считаю, что без государственного регулирования, без государственного вмешательства этот вопрос никогда не разрешит. Есть разные инструменты решения данного вопроса, есть уже положительная практика. Это и государственная интервенция, период обвала цен, когда государство закупает сырое молоко, если мы говорим о молочной отрасли. Сегодня мы должны поддержать перерабатывающую отрасль, это, в частности, производство сухого молока, масла. Это один из вариантов. Ну и есть другие, эта тема такова, что, конечно, нужно обсуждать и принимать решения уже со специалистами, экспертами. Но, поверьте, решение и на этот вопрос, на эту проблему, конечно же, есть. То есть люди, которые занимаются, держат корову, столько сил вкладывают в производство молока? Да, если вы говорите о личных подсобных хозяйствах, это немножко направление, конечно, другое. Но это мы не должны оставлять без внимания. Конечно, мы четко должны понимать, каков объем сегодня производится у нашей республики. В муниципальных районах, в поселениях все это должно регулироваться. И, конечно, должны быть на договорной основе, может быть, это трехсторонние соглашения, я не раз об этом говорил, где сборщики принимают участие, переработчики, ну и, соответственно, производители, если мы говорим о личных подсобных хозяйствах. И минимум закрепления цены, это должно быть квартальный. То есть четыре раза в год встречаются, обговаривают цены. Это предсказуемость, прозрачность, понимание ценообразования. То есть для всех одни только плюсы. А сегодня посмотрите, что происходит. Мы буквально не знаем, что будет через месяц по цене. К сожалению, это неправильно. Здесь должно быть регулирование. То есть у людей должна быть уверенность завтрашнего дня, что они будут... Конечно. Не прогадают. Мы из истории же знаем, когда достаточно было создать предпосылки, люди держали по 5-6 голов коров на селе, потому что выгодно. Как только выгода уходит из-под ног, соответственно, и по голове уменьшается, и разные другие моменты. Хорошо, тогда пойдем дальше. В настоящее время совершенствуется федеральное законодательство в сфере использования охраны земель, сельскохозяйственного назначения. Какие изменения предусматриваются в этом? Я считаю, что земли сельскохозяйственного назначения – это основное богатство. Если брать нашу республику, да и Российской Федерации в целом, мы должны дорожить этим. Если сегодня где-то озвучиваются цифры 40 миллионов, это земли сельскохозяйственного назначения, которые не обрабатываются, в кулуарах, к сожалению, цифры намного выше. Но сейчас не об этом. В любом случае, и, кстати, темпы освоения или введения земель сельскохозяйственного назначения в оборот, в моем понимании, очень низки. Здесь как-то надо работу усилий. Для этого тоже законодательная должна быть основа. И сегодня, конечно, наши аграрии нуждаются при всей той мощной поддержке, которая несравнима с прошлыми годами. Вы помните 90-е годы, когда сельскохозяйство «черной дырой» называли, да. И все инвестиции были в никуда. Кстати, это была ошибочная политика, слава богу, подтвердила время. Сегодня и продовольственная безопасность. Сегодня мы основными продуктами обеспечиваем себя. И на площадке Государственной Думы нашего комитета сегодня обсуждаются законодательные инициативы. Один из вариантов – это залоговое обеспечение землями сельскохозяйственного назначения кредитных ресурсов. Буквально в рамках региональной недели мы на площадке Министерства сельского хозяйства нашей республики со специалистами, представителями аграрного сектора, банкирами эту тему будем обсуждать. Но я думаю, что все те рекомендации, которые будут выработаны, мной будут озвучены уже в рамках рабочей группы в Госдуме. Так что работа в этом направлении ведется. То, что касается нашей республики, я считаю, что работа еще есть в этом направлении. Но тот контроль, который осуществляет и глава республики Игнатьев Михайлов Васильевич в личном плане правительства, сегодня, конечно, дает плоды, результаты положительные. Хорошо. Тогда вот еще такая тема. Дискуссия не только в стенах парламента, но и в обществе в целом вызвала принятие более суровых мер по отношению наказания за жестокое обращение с животными. А вот в последнее время что изменилось с точки зрения законодательства? Ну, произошло ужесточение наказания по этому виду деятельности. Если можно так сказать, если было до двух лет, мы сегодня приняли закон, где есть ужесточение до пяти лет. Все это является ответом на те события, которые вызвали резонанс в обществе, в средствах массовой информации. Все это по телевидению показывалось. Кстати, молодежь, подрастающее поколение все это видит. Издевательство над животными, живодерство, называя одним словом. Поэтому, конечно, не могло не найти отклик в стенах Государственной Думы. Мы, оперативно считаю, в этом направлении сработали. Сегодня принят закон, в который, я думаю, нашу отклик и в сердцах наших избирателей, и зову защитников, которые, я считаю, что очень правильно, кстати, поднимали эту тему. Спасибо большое, Николай Владимирович. Я желаю вам удачи в вашей работе. Спасибо. Вам также желаю удачи. Ну, и еще раз спасибо за приглашение. Приглашайте. Приходите к нам еще. Буду рад. Спасибо. Это была программа «По существу». Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши.